Полезный город Человек, который замотан стрессами, рабочими перегрузками, при этом на него действуют постоянно гаджеты, сети Wi-Fi и так далее, он имеет ниже устойчивость собственных надпочечников. И вот это очень важные компоненты, которые вклад свой вносят в ослабление организма. И кроме того, мы питаемся рафинированной пищей. У нас в пище нет самого простого, казалось бы, пищевых волокон. Если масло, то рафинированное. Если хлеб, то из муки высшего сорта. Огромное количество людей с избыточной массой тела, 50%. Ещё четверть людей с ожирением. Почему? У нас не хватает микронутриентов в питании. Мал золотник, да дорог, вот как говорят. И вот почему мы сегодня и будем говорить о функциональных продуктах питания, это те продукты питания, которые сохранили и пищевые волокна, и необходимые аминокислоты, и витамины, и минералы. Ведь если взять обычный хлеб без минералов, без витаминов, без пищевых волокон, то для того, чтобы получить суточную норму витамина В1, тиамин, нужно съесть до 2 килограмм хлеба. Это 4 буханки получается. Конечно, это невозможно. Почему? Да потому что он сделан из муки высшего сорта, где уже остаточное содержание витаминов. И производители даже не пишут на упаковке изделий, сколько там витаминов, потому что придётся ставить нули. Вот почему для нас так важно, чтобы мы могли, имея функциональные продукты питания, фактически насыщать свой организм и возвращать ему необходимое питательное вещество. Да получать то, чего не получаем с обычной пищей получается. Это так, да. Мода на здоровый образ жизни, она там последние, может быть, лет 10-15, она действительно уже мода, да. И мы видим по телевизору постоянно, пожалуйста, значит, вот поддержите эту функцию вашего организма при помощи таких, значит, препаратов, а ту функцию при помощи таких препаратов. Но надо сказать, что есть препарат, который проверен уже временем. Это история наша, кировская, да. На протяжении десятилетий уже он производится. Препарат рекицен-РД, ягодные плюсы его производят. И у нас тут вот на столе такой просто выставочный ряд, можно сказать, да, с разными совершенно добавками, наполнителями и прочим. Я когда про этот препарат читала, я видела, что основной упор, первый, наверное, да, который делается, это история с кишечником, вообще пищеварительным трактом. То есть он поддерживает пищеварительный тракт в том состоянии, в котором он должен быть. А почему это важно для иммунитета, когда мы говорим про иммунитет? Потому что на самом деле мы в кишечнике имеем несколько килограмм микрофлоры. И от того, какого качества будут микроорганизмы, которые нас населяют, зависит очень во многом наш иммунитет. Потому что та микрофлора, которая составляет нормальный биоциноз человека, она вырабатывает целый ряд веществ, которые, например, питают сам кишечник. К примеру, когда человек использует рикицен, вот эти ферментированные пшеничные отруби, а ферментация происходит с винными дрожжами, то микрофлора, нормальная, полезная лактобактерии, бифидобактерии, пропионокислобактерии, предположим, они получают необходимые пищевые волокна и могут вырабатывать короткоцепотичные жирные кислоты, которые как питают клетки кишечника, они могут повышать интенсивность обмена веществ, они улучшают антитоксическую функцию печени, но этого было бы невозможно, если бы та микрофлора, которая нас населяет, не получала бы рикицен и не давала бы эти короткоцепочные жирные кислоты. Если у каждого человека есть в его трех миллиардах нуклеотидов, из которых состоят наши хромосомы, 20 тысяч генов, то в составе микрофлоры, полутора тысяч штаммов микрофлоры, которые есть у нас, таких нуклеотидов, 3 миллиона генов, то есть фактически в 150 раз больше. И от качества, потому той микрофлоры, зависит качество обменных процессов, которые протекают в целом в организме. Мы не изолированы от нашей микрофлоры. Вот этот микромир, который существует в нас, именно он определяет ресурсы здоровья. И сейчас очень четко показано, что онкологические заболевания, нейродегенеративные заболевания, сахарный диабет, обменное нарушение человека, его иммунитет и даже состояние кожи, например, при таких заболеваниях, как псориаз, нейродермит, атопические дерматиты, экземы, зависят от качества микрофлоры. И потому кишечник – это основа и корень здоровья. Кишечник всему, голова, вот можно сказать вот так образом. И реки ЦНРД – вот этот регулятор кишечных цинозов растительной дрожжевой, так именно переводится это название, как раз запускает те процессы, которые улучшают состояние нашего здоровья многими механизмами за счет пищевых волокон. Вы с препаратом с этим знакомы, я так понимаю, да? Конечно. На протяжении более 20 лет сам реки ЦНР появился в 1996 году, то есть ему в этом году исполнилось 24 года. То есть мы уже имеем пару десятилетий очень серьезного отношения к нему. И в каждой упаковке реки ЦНР, например, вот в виде сыпучего порошка, есть вот такой пакет, в котором перечислены научно-исследовательские институты, например, НИИ Питание, Центральная больница Медицинского центра управления делами президента, Военно-медицинская академия в Санкт-Петербурге, Научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови, масса других учебных и научных заведений, которые на протяжении более двух десятилетий клинически его исследовали. Это один из самых изученных на территории России функциональных продуктов питания. И это тот продукт, который находится на тренде, можно сказать, на острие современного отношения к здоровью, когда у нас происходит переворот сознания, и мы понимаем, что практически нет той патологии в организме человека, в развитие которой не был бы вовлечен дисбиоз, то есть нарушение состава микрофлоры, который находится внутри нас. Потому вот это первое очень мощное обоснование и понимание того, почему он клинически настолько эффективен. При самых различных воспалительных процессах, например, но кроме того, здесь есть огромная сфера профилактики обмена эндокринных нарушений и опухолевых заболеваний. Но надо сказать, что это именно профилактика. Конечно. Мы не говорим, что это лекарство, и, разумеется, вся эта история, она требует консультации с врачом. Да, безусловно. Но, тем не менее, вот рекицен, насколько я знаю, не только в России, ведь его используют, и в Германии, по-моему, в Южной Корее достаточно такое. Да, действительно так и есть. И, как правило, когда серьёзные учёные или врачи смотрят, которые особенно думают о сопроводительных подходах к медикаментозному лечению, например, каким образом уменьшить токсичность лекарственных препаратов, каким образом вернуть жизненные силы человеку, который подвергся, например, операциям, химия-лучевой терапии, они хватаются за любую возможность. И очень важно, чтобы мы понимали, это не лекарство. Но лекарства без подобного рода функциональных продуктов питания, как рекицен, РД, действовать и не будут. У них часто нет точки опоры в виде иммунитета, в виде нормальной микрофлоры, в виде хорошей работы дренажных систем, желчевыделения, кишечника, лимфотока, а именно на эти физиологические процессы, на поддержание нормального пищеварения, на хорошую моторику кишечника, на качественное желчевыделение, на хороший лимфоток, на повышение созревания клеток лимфоцитов в гигантской лимфоидной системе кишечника, ведь наш иммунитет тоже в кишечнике. Вот именно на эти физиологические процессы, их укрепление направлен рекицен. Вот трикицин, я вижу, он просто с разными, добавка с разными наполнителями еще, да, и каждый из них тоже за что-то свое отвечает. На самом деле это очень гармонично, потому что к пшеничным трубям, которые ферментированы винными дрожжами, добавлены СО2-экстракты, причем это делается по очень совершенным технологиям. Компания имеет сертификат, один из высших сертификатов ИСО-9000, который определяет качество изготовления, бережность отношения к растительным экстрактам, которые добавляются вот в эту линейку. Здесь есть средства, которые улучшают состояние сердечно-судистой системы, например, реки ЦНРД с экстрактом боярышника, который способствует нормализации артериального давления, улучшению состояния сердца, повышению силы сердечной мышцы за счет экстракта боярышника. Есть реки ЦНРД с фруктоолигосахаридами, которые получены из цикория, где эффект в отношении иммунитета, противоаллергическое действие, профилактика воспалительных процессов. Есть реки ЦНРД с экстрактом солодки, которое как раз поддерживает надпочечники, тот орган, который находится у человека в постоянном стрессе. Реки ЦНРД с экстрактом календулы очень благоприятен для здоровья желудочно-кишечного тракта при склонности человека к различным язвам, гастритам, воспалениям, например. И логичным продолжением является реки ЦНРД с экстрактом расторопши, это та самая печеночная трава, которая отвечает за восстановление клеток печени, за улучшение лимфооттока, за улучшение желчиоттока и за повышение фактически антитоксических свойств печени. И, наконец, реки ЦНРД с экстрактом Иван-чая, это то королевский суррогат чая, но мне всегда слово суррогат не поворачивается, порой язык называть, потому что подобный чайный напиток Иван-чай, который в данном случае представлен вместе с реки ЦНРД, это важнейшее противовоспалительное. И витамин С там присутствует, и дубильное вяжущее вещество, которое повышает плотность контакта между клетками кишечника, чтобы враг не прошел через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Он представил себе эту картину просто. Он улучшает антитоксические функции в организме, стимулирует системы адаптации естественной, которые представлены над почечниками, щитовидной железой, улучшает состояние сердечно-судистой системы. Сложно найти продукт, который при всей его простоте совмещал в себе настолько выраженное воздействие, поддерживающее, профилактическое, восстанавливающее на различные клетки, органы и ткани. И, конечно, мы оды и дифирамбы поем рикицену на протяжении более двух десятилетий и не устаем, потому что он того заслуживает. Ещё у меня вопрос. Вот у нас тут на столе есть и в таблетках, да, и в порошке рикицен. В разных видах его можно употреблять? Безусловно. В виде порошка мы можем добавлять его в любое блюдо. И рикиценом никакое блюдо не испортишь. Его можно добавить к пасте, добавить его можно к супу, предположим, или к салату, или в кефир, или в творог. Вот вы не поверите, когда я сегодня утром съел 200 грамм творога и добавил туда пару столовых ложек рикицена, я с утра самого ещё ничего не ел, но у меня сохраняется сытость. Как это может быть от всего лишь 200 граммов творога? Да потому что туда добавлен рикицен, который сам по себе разбухая, способствует формированию сытости сразу же, и после этого, медленно отдавая питательные вещества, он долгое время поддерживает чувство сытости. Если мы говорим о таблетках для вечно занятых людей, которые не могут приготовить себе функциональное блюдо, 3-5 таблеток с каждым приёмом пищи, особенно хорошо до еды, разжевать его с водичкой, и мы не переедаем, и мы снабжаем себя пищевыми волокнами, мы увеличиваем период сытости, мы создаём условия для нормализации собственного веса, то есть огромное количество положительных свойств. И ещё у нас тут одна есть не коробочка, а пакетик, это, я так понимаю, что новый продукт, это ферментированный кофе. Конечно. Секрет в том, что когда мы проводим ферментацию при помощи винных дрожжей, то большинство продуктов раскрывают свои дополнительные оздоровительные опции, потому что повышается доступность минеральных веществ, доступность витаминов. Это касается в том числе даже и кофе. Они в большем количестве в организм нашим попадают, да? И антиоксидантный эффект кофе, ради которого его даже кардиологи и неврологи готовы сохранить в своих рекомендациях. Например, доказано, что если человек выпивает чашку кофе, он уменьшает риск болезни Альцгеймера и увеличивает вероятность сохранения себя в здравом уме и в трезвой памяти на протяжении многих лет. А кофе, которое ещё и ферментировано, процесс ферментации увеличивает высвобождение ценных веществ, например, минеральных веществ или витаминов, которые необходимы нашей нервной системе и нашему головному мозгу. То есть ферментированный кофе – это тоже такая хорошая история про здоровье, а не про вред для организма. Конечно. Спасибо большое Ивану Рясику, врачу-неврологу, нутрициологу, специалисту по профилактической медицине. Мы сегодня говорили о профилактике не только коронавируса, а в целом о здоровом образе жизни и о том, как можно поддержать свой организм не только осенью, но и в течение всего года. Пожалуйста, пользуйтесь. Спасибо. Будьте здоровы. До свидания. Полезный город. Рекицин РД. Спрашивайте в аптеках города и области. БАТ не является лекарственным средством. Продолжение следует... Продолжение следует...